Всем привет, друзья! Гуриф Артемья. Вот заехали сейчас с Гарбузом Михаилом. Камрад, Гагаузия, автономия. Нас пригласили на радио, телевидение. Будем общаться в прямом эфире. Под телефоном будут звонки от жителей автономии. Опыт. В первый раз у нас такой будет. Обсудим ситуацию политическую в Молдове. Протесты, то что Гагаузия начались массовые. Друзья, вчера произошла трагедия в России, на границе России, Украины, Брянской области. Таможенный пункт троебортный. Был атакован вчера беспилотником украинским, Камикадзе. Вследствие чего погиб один гражданин Молдовы и второй в тяжелом состоянии в больнице находится. Хочу уточнить, что эти два человека, наши граждане Молдовы, один из них вооруженец, кстати, Кангаза, русская автономия. Они находились там, так как продлевали временный ввоз своего автомобиля. То есть по российскому законодательству, когда заканчивается временный ввоз, нужно выехать как бы за границу. И то есть на таможне его продлить, оформить. И вот ребята, здесь видео, прям беспилотник снимает, где видно, что это погражданки, мирные люди. Просто людей туда скинули на них гранату, там бомбу, не знаю. Человек погиб. Друзья, со стороны Министерства иностранных дел нет ни одного заявления, нет ноты протеста. Правительство, парламент, президентура все молчат. Молчат наши журналисты, объективные в кавычках. Типа Бураковская, Петкова, да, которые там считают, что они там освещают то, что происходит в сегодня Украине. Там они Россию чморят и так далее, некрасивое слово, не знаю. Двойные стандарты. По поводу двойных стандартов, просто маленькая такая, в историю отойдем. С 2014 года на Украине идет гражданская война. Геноцид украинского народа, жителей Донбасса происходит. В ЕСПЧ было подано жителям Донбасса более тысячи исков против ВСУ, вооруженного силы Украины, против правительства Украины о том, что убивают людей в Донбассе, о том, что разрушают их дома. Более тысячи исков было подано в Европейский СУ по правам человека. За восемь лет, угадайте, сколько было рассмотрено этих заявлений. Не вынесено решение, а рассмотрено. Ни одного. Это говорит о том, что у нас двойные стандарты. У Европы по отношению к забытию на Украине. У молдавских властей, у молдавских журналистов, так называемых журналистов. Делаем выводы, друзья. До встречи в эфире. Пока.